но я немножко с вами не согласен насчет того что мы сегодня живем век технологий я вот общаюсь иногда общаюсь таким интересным человеком как тростников виктор николаевич не знаю слышали вы или нет очень интересный человек философ математик физик и мы с ним кстати говоря тут полностью сошлись понимание того что эпоха христианства заканчивается человек теряет образ и подобия божия а если он теряет образ и подобия божия то важнейшее в богословии собственно говоря одно из первых свойств бога это творец если человек имеет образ и подобия божия он творец современный человек потребитель он потребитель технологий создавать новые технологии он уже не может то что там загашники еще есть это будет израсходовано но обратите внимание какие в основном технологии сейчас в мире внедряются навязываются используются в основном это информационные технологии информационные особо других технологий мы не видим может быть я ошибаюсь пусть меня физики поправят даже если есть какие-то новые технологии то они опять из того загашника фундаментальных исследований найдите мне сегодня человека который хочет заниматься фундаментальными исследованиями по крайней мере человек который обладает деньгами он никогда не даст свои деньги не важно сколько там миллиард или миллион он не даст он даст на прикладные вещи на фундаментальные вещи он не даст потому что с моей точки зрения фундаментальная наука она к богу прибыли приближает сегодня век богоборчества век антихриста понимаете фундаментальная наука она к богу приближать потому что мы постигаем законы тварного мира мира созданного богом поэтому кстати говоря история для меня тоже очень важная дисциплина если природа это пятая евангелие как иногда говорят некоторые философы богословы постигая познавая мир мы постигаем творца история это мы постигаем творца как промыслителя потому что историца это же не просто хаос на каких-то событий имен там это определенная логик определенный логик но это особая тоже те христианская истриософия вот но возвращаясь к вашему вопросу насчет технологий я думаю что вот как-то очень лукаво эти технологии используются для одной конкретной цели выстраивания некого электронного концлагеря информационного электронного концлагеря буквально вот сегодня утром тут мне позвонили и попросили значит прокомментировать события вокруг сноуденом я говорю ну конечно интересные события они приоткрыли завесу того какой информационно электронный колпак выстроен над человечеством я говорю ну это кусочек картинки вот никто из авторов за месяц момента первых утечек или первых обнародований не рассказал о том как устроена мировая финансовая система мировая финансовая система устроена очень просто безналичные деньги если безналичные деньги значит это деньги которые проходят через банки если деньги проходят через банки значит банки знают обо всем и все и обо всех банки никому не подчиняются заключением центрального банка а центральный банк федеральной резервной системы подчиняется частным лицам финансовая система это сверх спецслужба это даже не црову не анб это гораздо более мощный зверь безусловно что центральные банки фрс имеют определенные аналогии со спецслужбами потому что и те и другие имеют привилегию особого статуса они практически и перед кем не отчитываются и они между собой договариваются но это уже частность банковская система дает какую-то информацию спецслужбам спецслужба дает какую-то информацию банковским институтом и на самом деле вот именно эти два основных института они выстраивают информационно-электронный колпак в рамках которого будет создано вот это вот посткаталистическое общество вы знаете я думаю что да я думаю что да вопрос только когда потому что конец земной истории он неизбежен но мы можем никто не знает сроков как сказано в евангелии и нам знать это не полезно узнай больше на концептуал рф а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok